с таким каждым разом мы будем начинать нашу съемку с фосклосом ну по-моему здорово надо же иметь какую-то фишечку ну вот нас опять кто-то разрушил привет друзья с вами снова я снова снимаю очередной фильм снова будем разговаривать о бомбич так что могу сказать значит что могу сказать и так все продолжаем вот для меня 40 минут жизни для вас всего лишь мгновение как лица мелочь а приятно ну что друзья сейчас значит соберем ресурсы которые пришли у нас на лодке если честно вот эту лодку я не погрузил потому что в общем не было у меня денег чтобы ее погрузить вот поэтому в общем я ее не погрузил а короче пока мы тут 40 минут ждали меня три раза успели шпиливили вот поэтому ну с другой стороны спасибо вам ребята как видите ресурсов у меня не очень много осталось после вообще так и но если честно я вот улучшать начал короче огневиков потому что смысла дальше не увидел значит сейчас отвечу на вопросы которые пришли мне от моих любимых зрителей и будет у меня одна маленькая огромная просьбочка вот сперва отвечаю на вопрос значит поступил вопрос до какого уровня качать танки и какой вообще максимальный уровень так вот максимальный уровень на данном этапе то есть на моем этапе при базе 20 уровня вот это значит 21 21 уровень танков но как мы вот видим тут нужно уровень 21 вышки если честно я думаю когда я прокачаю штаб до 21 уровня а там я думаю будет очень много всего надо ну то есть на 21 уровне танки неплохие вполне очень даже точнее да наверно даже не тут видите как прикольно сделано оружие не 20 ну танки 15 до согласен 21 15 тупану вот танки 15 уровня мне кажется после улучшения базы добавится ну максимум 2 еще можно будет два раза с этим же можно будет улучшивать медиков и гренадеров это мое конечно мнение но может быть и по-другому как-то сделать ну посмотрим вот значит нужно будет хреново а даже на вот секрет это короче сколько нужно нам будет ресурсов чтобы просто даже но мне думаю думается что хреново куча нужно будет ресурсов потому что на вонючую лодку 24 уровня надо 3 600 поэтому я думаю надо короче готовится к лучшему вот значит мы помним да что пока я качаю вот то что за денежки значит я качаешь что-то такое нейтральное потому что надо качать уровень чтобы качать уровень и дойти все таки до 60 в общем ну бомбить так как и все игры завязано на чем то чтобы получить что-то принеси вот это а чтобы получить у то вот как в сказке пойди туда не знаю куда вот если честно поначалу меня это очень бесило почему бесило поначалу играет и всегда бесит так все ненадолго происходит то есть блин чтобы получить это надо вот это чтобы получить то но потом привыкаешь и 53 уровень уже все хорошо вот значит расскажу пару фиг которые в общем скажем так я знаю я знаю то что везде пишут что нужно качать короче всякие вот эти вот базочки которые короче есть всякие вот эти вот ваши штучки всякие добывающие чтобы жизнь медом и тогда вы будете хорошо и быстро развиваться чушь чушатина ребят чушатина знаете почему потому что максимум с этих базочек вы соберете это мне может быть знаете когда это полезно это на первых уровнях на первых уровнях вам надо воевать потому что именно эти первые уровни вас никто не может атаковать поэтому я всем советую качать это кажется лучшая оборона это атака вот хочешь мира готовься к войне поэтому мой вам совет я его неоднократно давал качайте блин оружие качайте оружие качайте танки качайте в общем я серьезно мне больше всех нравятся танки потому что я поясню почему значит почему мне не нравится пехотинцы пехотинцы они слабые но их много берут кучностью то есть после любой атаки вы короче по-любому будете ну зависать и восстанавливать то есть это долго почему мне не нравятся качки они же похожи очень на рэмбо потому что они здоровые да они пулестойки и все в этом духе но у них урона как у не знаю как у бабочки то есть вроде бы есть а вроде бы и нет то есть не нравится мне это еще причина потери ну да у них там с потерями лучше но тем не менее почему мне не нравятся звуки звуки мне не нравится потому что они такие же примерно пехотинцы но чуть-чуть помощнее до радиус не больше и все остальное больше но скажем так они не смогут стрелять не в общем нет такого расстояния на котором бы они стреляли и по ним не попадали то есть по ним не велся огонь это еще одна причина эти ребята почему не нравится они мне не нравятся потому что я не умею ими играть то есть если ими умеете играть то да и здоровские но опять же потери да они мощные быстрые но опять же потери то есть за редким исключением бывает так что вы атаковали никого не потеряли вот не нравятся они мне они в крайних случаях когда вы нападаете на базу там 60 уровня тогда да вот почему мне не нравятся гренадёры я сперва минусы скажу всех персонажей а потом скажу плюсы мне не нравятся гренадёры потому что они криворукие ублюдки и порой стоишь и думаешь за что почему так это раз во вторых они боятся всего на свете не боятся пулеметов они боятся огнеметов они боятся ракетик они боятся всего их не кривые руки могут быть полезны только если у чувака база понатыкана просто ну не знаю вот для такого вот кубика и тогда да они будут полезны вот они в самоде и взаимодействие с кем-то могут быть полезны но опять же они быстрее чем танки они будут бежать поперед батьки в пекло и все то есть на этом конец почему мне не нравится огневики огневики мне не нравится потому что на них тратится много энергии да они мощные да они все но они бестолковые он выезжает поджигает что-то и начинает жечь следующее не уничтожив его понимаете то есть он пуху поджог и дальше пошел к пуха по нему там то есть вот то есть потеряете intel как правило с огними с огневиками нет наступательной базы если допустим с этими всеми остальными есть наступательная база вы можете что-то обстрелять вы можете что-то прикрыть то за есть собрать этих то в основном нет наступательной базы у вас есть только огневики которых вы можете высадить там за кучу интелов ну за энергии и все то есть и они как идиоты буду там задрал тухнуть вот значит теперь буду о плюсах значит танки почему мне нравятся танки а средняя скорость хорошая броня выдерживают на нормальных и на хороших уровнях выдерживает прямое попадание бум пушки в своемодействии с лекарями просто страшная смесь то есть они просто в моргину прорываются к чину неуязвимых и лекари к ним просто до пачки это класс то есть лекари танки это лучший союз который вообще может быть половина победы это хороший союз то есть те войска которые вы придумали то есть как вы сочли звуки с горами классный союз но опять же у кого хватает терпения нервов вот я еще качаю значит роботиков почему кача роботиков вещь классная я уже показывал что они могут творить чудеса вот то что можно тупо ими закидать кого угодно вот все 3 3 свой закончил на вопросе надеюсь ответил что танки 15 уровня на данном этапе но я думаю после улучшения еще парочка будет дать уровне до 17 18 можно вкачать вот значит и так кидать улучшения я не буду укидай улучшение я кидаю когда качаю и деньги то что и значит базу сейчас я просто найду то что смогу прокачать побылику если честно то есть сейчас это было такое видео из серии познавательно то есть я тут много чего расскажу и буду параллельно атаковать вот значит чего же нам улучшить если честно я как бы готовлюсь к улучшению главной базы но 53 уровень до 60 еще когда парижу поэтому я качаю сейчас вот оборонку это как бы очень много я очень много заработаю денег которые мне некуда будет потратить поэтому надо что-то такое вот можно кстати вот вкать подготовить потихонечку лодочку она тоже но в общем можно сделать проще короче начать атаку а там уже видно будет вот значит погнали погнали а у нас тут есть доктор ти есть доктор ки опять атакуем как всегда доктора ти можно в принципе даже не беспокоиться вот как покажу значит продемонстрирую пацанов все выкинули все то есть блин он очень здоровски они очень классные то есть можно даже напрягаться вот их улучшили значительно после первого их появления то есть если вы помните все остальные как придурки бежали лекари то избежали как придурки их лечить они слушались значит сигнальных огней и в общем если честно это очень бесило вот понятно по какой причине у них очень много хорошего потому что значит если кстати вы кидаете вот этих парней в шоковую мину то цепляется всего лишь один парень не поверите тот который попал остальные нет классная штука то есть вот а с танками почему-то так не действует то есть если танки въехали то всех парализуют и все ну как бы я думаю уже все можно короче это вот я всегда высаживаю танки чуть-чуть впереди остальные все чуть чуть позади но можно забросить их короче вот туда в тыл врага и кинуть короче вот так вот и все и в принципе очень здорово тем что они даже вот все пухи отворачивает сюда если вы хотите разминировать то кидайте пошире то есть не забывайте что у ребят есть разлет то есть разлет примерно вот такой квадра шарик получается не квадрате кружочек поэтому не надо бросать прямо в неё вот али рассчитывайте чтобы вот так вот вот что еще могу сказать по поводу этих ребят это то что если вы хотите отвлечь какое-то орудие от атаки то не надо бросать прямо вот под орудие потому что допустим вот если вы так сделаете с ракетницей или значит шоком то они даже не заметят потому что у них то мертвое поле мертвая зона по которой в общем вот по которой в общем не видят то чего куда и как вот если честно что-то этот натормозил пока рассказывал вам ну ладно все равно не смертельно не критично мы пробьем мне нравится еще то что в общем когда долго атакуешь начинают в общем медики теряться среди танков то есть когда их кучку ешь где-то в угол и сбросите то медики смешаются с танкистами и будет очень здорово помните да косяк в том что в общем все почему-то стремятся рассосаться но мы помним что танки это сила кучная то есть один танк в поле не воин вот он за кучу то есть ему надо стада ему нужна банда пушки раскидываются не зная в кого стрелять и в этот момент то есть танчики наши побеждают пока покатаемся просто intel of пособираем вот всегда есть тот идиот который отбивается от стада это потому что у каждого из танков есть своя зона атаки скажем так и просто скажем так в эту зону попал танк в эту зону его танка попала в общем какая-то пушка только поэтому вот видите я бросаю вот сюда знаю что чик они разлетелись подорвали одну мину и все вот и взяли на себя тяжкий груз вот можно кстати делать еще вот так вот то есть шоком бросать если вы видите что никого там нету то они очень быстро все тяну даже ну хотя это и не понадобилось потому что танки и так справились помним да что под конечек нажимаем сюда и получаем вот такую здоровскую штуку все очень быстро происходит на доктор эти очень хорошо качаться мне кажется его для этого и сделали так как правило видимо тяжело и скучно понимаете я вот по себе знаю помню те времена когда надо было чтобы прокачаться нагнуть то есть половина карты даже не половину нагнуть карты а блин всю карту нагнуть чтобы вкачать нам какую-то ерундовину надо вкачать то есть понимаете да вот и поэтому в общем болен я зачастую вот очень много много всего терял вот и потом то есть очень долго все происходило поэтому мне кажется сделали создатели так что вот придумали этого доктора ти который появляется регулярно ежедневно и в общем пожалуйста радости много качаетесь на здоровье вот значит как я помню до уничтожаем то что нам может сильно повредить а сильно нам может повредить это вот это бум пушка которую мы сейчас уничтожим вот иногда вот сейчас я заметил дело в том что фишку забыл рассказать что в общем базы доктора ти делаются так как делают в общем игроки то есть просто игра сама анализирует расстановку баз и доктор ти расстанавливает базы таком же вот порядке как и делают это какие-то игроки то есть неизвестно какие неизвестно как что ну как counter strike на эти тренировочные бои то есть боты сами учатся на игроках вот значит то что я рассказывал сейчас вот я кидаю в кучу и там эти медики в общем скучкуются в танке если конечно об этом будет необходимость то есть если надо вот видите хоп один побежал ну видимо просто танк пострадал там где-то и все вот то есть вот такая фишка то есть я ответил на вопрос который возможно еще не задан вот но тема такая что да игра сама учится на людях и вот и в общем как то так сейчас будет очень весело потому что потому что потому что потому я предпочитаю здесь более хитрый сделать заход вот потому что надо уничтожить сперва вот эту штуку вот она нам очень сильно мешает прервемся сорян мужики забыл короче включить режим полета и общем позвонили поэтому пришлось прервать запись как бы вы то этого не увидите мне было неприятно сундук забыл забрать вот значит ну что погнали значит я думаю стоит сперва разобрать вот эту пуху потому что мы не сможем разобрать вот 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 то поэтому я думаю стоит разобрать вот эту пуху я вот смотрю это пуха прям тоже талант то есть прям энергии высосало капец как много вот значит быстренько делаем вот так и чик вот делаем вот так делаем вот так и делаем вот так видите как получилось танк почти соскочил это все потому что эти идиоты не стреляли туда куда надо изначально вот но если честно база довольно таки сложная я ее не возьму думаю стоит отступить потому что блин там вся не не возьму без потерь но не возьму по одной простой причине здесь очень сильно все стоит поэтому в общем сорян значит здесь короче вот да кстати деньги возвращают тогда когда вы победили если вы отступили поиграли деньги забирают у вас со счетом но если честно это ерунда вот значит я думаю ну видите человек сконцентрировал всю свою броню скажем так вот здесь вот в чем ошибка накидал по-любому вон минные тому в этом накидал но это ерунда тоже можно обезвредить в общем все то что он в общем все что нам надо он поставил вот тут то есть когда мы пойдем сюда мы будем чпаканаврить его позиции вот и значит расстреливая но это мощная конечно у него мощная вот нам надо первую очередь защитит 1 2 3 это то что нам очень будет мешать и мы его сейчас втащим я думаю что это будет последняя так и на сегодняшний день потому что я уже заходил на базу и видел что там в общем все нормально то есть уже хватает на что-то можно что-то улучшить без каких-либо вот затрат вот раз есть у нас значит паренёшка и вот эту штуку тоже гасим если будем дальше обстреливать тупо не хватит энергии на высадку войск вот поэтому значит высаживаем войска и в общем полетели вот потом когда я сейчас закончу атаку расскажу вам о в общем новостях которые в мире значит происходят но не про молдову и про путина а просто расскажу значит новости за игру бумбич которая нам гораздо интереснее чем все это все это политическая богадельня вот значит чем мне нравится значит бумбич это тем что хоть хоть и игра коммерческая но не все завязано вот прям на бабках мне прям очень это нравится потому что я не любитель скидывать значит деньги в игры я считаю это бесполезно ночью прикол вот играть короче вот так вот что денег накидал короче прокачался ее я бог я бог типа любите меня все нет не прикольно прикольно это вот самому качнуться воевать это здорово да это я понимаю а так смысла не вижу вот теперь надо обстрелять вот эту почему вот это потому что она нас убивает все что нас убивает мы всегда убиваем в ответ вот шок до шок это неприятно но не смертельно вот чик и все то есть как бы по сути то уже и все то есть вот сейчас еще маленькая группка пацанов подойдет и посмотрит что все то есть тут у нас уже победа я даже бросил шок но он уже был лишним без потерь абсолютно то есть здорово получили неплохой куш сейчас посмотрим что можно улучшить можно за как бы камешки забрать можно улучшить вот эту штуку но я вот отталкиваюсь именно от того что дает больше скатра забирает больше ресурсов и дает больше опыта я вот как бы от этого отталкиваюсь конечно можно попробовать улучшить хранилище до него не так уж и много вот и она нам сбережет как бы один день целый будет улучшаться как раз может быть и операть операция кстати идет очень здорово значит в какой-то веке я запишу как я такую но не думайте что я сейчас там выскочу короче и всех победил вот поэтому это будет просто атака попытка вот воевать но здесь все смещено на один бок вот значит что мы здесь придумаем все завязано на один бок значит ну блин да как было здесь он очень хитровато раскидал что надо вот это вот это и вот это втащить как бы здесь вот без энергички наверно не обойтись ее у нас к сожалению нема вот можно конечно шоу кинуть но здесь опять все у него под застраховано то есть мы долго зависим вот тут и плюс тут пухи через эту тоже не пойдешь тоже куча пушек шоколка это в общем сейчас попробую но если не получится то есть и сейчас мы план не отработает а план у меня такой чтобы несколькими залпами снести короче вот эту вот штуку если я вот вот пока как бы как бы получается и если тышь тышь но будем надеяться что хватит то есть и теперь высаживаем пацанов теперь вот так прям чем атакуем и смотрите что происходит шоколка достает до сюда ух там да все достает до сюда это вот не есть хорошо прям заминировал все блин мы там походу медиков теряем да надо вот так вот сделать все уходим отсюда закидывая все туманами вот это я да промазал с туманами ну в общем вот сюда уходим ну вроде пока никого никого не потеряли сейчас в общем тут короче погубать досим немножечко снесем вот эту мешающую нам штуку и отправим их вот сюда вот и у нас остается всего лишь всего лишь это вот этот вот пятачок вражеский ну не уверен что хватит электроэнергии чтобы набить короче на ну то есть здесь не хватит мне кажется вас чтобы набить на в этот но мы попробуем на повод стрел чтобы хватило или хотя бы на шок чтобы мы смогли подойти то есть уже будем действовать по обстановке то есть примерно примерно надо запомнить как там докуда достает он вот я уже не помню все честно но дело в том что лучше их отсюда сейчас отвести и все вот это нам немножечко хватит чтобы пострелять еще чуть-чуть остается минута времени у нас минута 36 обманул я вас чтобы вот кстати всегда когда такая ситуация знаете что если у вас там нормально силами то не как бы вывезут все поэтому брос бросайте просто в район не прям вот там на базу потому что они ближе подойдут чем надо а если вы я подстрахую себя возьму вот эту штуку вдруг они вдруг она повернется и начнет стрелять ну вот там другая начала стрелять но ничего как бы вот так чик 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 надо чтобы вот они сейчас убили потому что там во все хотя база оказалась очень сложно если честно довольно таки поначалу и я вам говорю отступать никогда не зазорно что-то там как то что типа я отступил и выложил это видео какой кошмар нет без фиолетово вот я не заморачиваясь на эту тему вот уже много мы что можем улучшить прям вот пачка но мы короче решили качнуть значит саркофаг даст нам 67 еще одна маленькая атака на что-то что-то можем кстати попробовать завоевать эту она обычно дает что-то да тут прям очень много у нас бум пушек то есть не уверен что получится на а чего и отчего бы и нет они как бы не усилены статойками поэтому должны нормально разлетаться вот кстати всегда в таких ситуациях не стрелять не спешите тратить значит этот одиночные выстрелы потому что но вдруг вдруг один вольный снаряд попадет скажем так туда куда надо вам вот сейчас мы попробуем вот так вот но вот видите как получилось то есть фактически фактически мы то есть вот даже медики бегут 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 бросаем просто вот сюда парней парни отвлекают долбим в общем пуху и долбим кстати хочу сказать что эта штука была моей не хватило чуть-чуть не хватило прям вот так обидно бывает когда чуть не хватает успели не бросить шел колочку бросаем в район значит лечилку я не советую жарничать электроэнергией потому что иногда прям вот зажадничал и потерял танка танк потом время восстанавливать и под порой этого танка не хватило короче и вот в принципе вот так вот еще хочу о просьбе своей попросить если вот есть у меня да на канале там подписчики я знаю они мне пишут очень приятно спасибо вам всем не могу всем отвечать не горюшим это миллиард миллиардов но прям бывает такое что много очень не всем могу ответить за это извиняюсь вот хотел попросить вот о чем если вам не сложно не тяжело и там в общем как-то что-то вы не переломитесь если вас попрошу пожалуйста по-любому все кто меня смотрят играют бумбич они по-любому скажем так им состоят в опер группах они по-любому играют в опер группах с другими людьми пожалуйста если вам не тяжело скажите что я классный что я веду здоровский канал что ребятки пожалуйста подписывайтесь на меня он здоровский пацан свой в доску просто я буду всем очень признателен всем скажу спасибо вот денег у меня нету но в общем видосы буду снимать более часто боли в общем это вся ну скажем так в благодарность всем вот поэтому если не тяжело то есть я буду очень признателен просто написать там в чат что пацаны вот есть пацанчик легко меня очень найти по запросу как зевает удав то есть моего знакомого есть удав и мы прикалывая засняли видюху как он зевает вот то есть это очень легко сделать то есть уводит как зевает удав он первый в списке очень приятно не у не очень много просмотров но именно по этому запросу вы можете найти мой канал я буду очень всем признателен очень всем благодарен если в общем ко мне хлынет поток подписчиков потому что скажем так зрительская симпатия это всегда хорошо и если их много зрителей то я то есть я конечно идей на это делаю то есть мне это нравится но хотелось бы как бы конечно получать потраченное время скажем так некий результат вот все нам хватило на улучшение мы улучшаем и вуаля на один денёчек видите опять же метод осталось копейки то есть я остал копейки моя база теряющая такая нерентабельная на нападение там сто пять тысяч то есть чувак который на меня нападет максимум тридцатку получит то есть ну это смешно я даже на таких не наступаю вот у нас остался миллион видите мне как бы тоже жалко его оставлять поэтому я возьму просто и нырну нырну на есть вот на пятьсот сорок тысяч нырялка есть есть что-то еще у нас или это а вот есть еще что-то и насколько она на триста двенадцать ну понятно то есть ныряем на пятьсот тысяч конечно же вот ныряем это кстати да быстрый способ если кто-то не знал понырнуть то есть штучка слева которую вы не видите вот все погрузились сейчас мы будем пока я в силе я буду отбирать те базы которые у меня отобрали я не говорю что конечно яду сейчас прям бах трах и всех валю вас я поругаю пальчиком ну ну нет кого смогу короче того общем накажу заберу обратно свое кого не смогу но у значит не смогу вот ну попробуем вот этого вот у него здоровски здесь все стоит то есть в центрухе там находится в пачке 3 ну да придется короче стрелять двумя обстрелами и не хватило представляете но все равно заберем вот так вот вот значит значит здесь что дальше то есть да есть определенная задержка нет 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 если я сейчас просто продолжу то то у меня нечего будет вам показывать на опергруппу то есть здесь надо нападать на значит энергии прокаченной чтобы что-то как-то у меня получилось вот сундучок забираем помним да что каждые три часа если кто-то фанат бриллиантов и хочет их бесплатно получить то пожалуйста вот игра бомбича мне тем и нравится что она не очень сильно завязана на бабках то есть все можно сделать бесплатно абсолютно качаясь честно вот и качаться абсолютно бесплатно нет я этого парня тоже не возьму потому что он больно крут там очень много бомб пушек вот в таких случаях надо долбить войнами но и войны тоже тут я вам скажу погода не сделают потому что там везде огнемётики их просто тупо зажарит пока не там доблестно будут стоять вот значит смотрим 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 ну если честно тут все такое вот страшное огромное что не уверен что я сейчас вас чем-то удивлю а вот нет кстати эта база тоже была моей но по ряду причин она короче перешла в не в мое пользование потому что и мы ее уделили с кем-то я потому что уже забил на нее вот а кто-то тут и такой видимо усердный малый и короче не стал забирать точнее наоборот стал забирать типа моё значит моё косяк все валим отсюда бежим со страшной силой вот бежим 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 все шок спасли медика но его это не спасло идиот вот это кстати вот косяк этих штук они стреляют не в зависимости от того видят они цель или нет то есть если они зафиксировали а вы потом уже кинули что-то то в общем фиолетово то есть они залпанут и пофигу все уводим пацанов потому что там бум пушка и и я наверное кстати сейчас не возьму этот лагерь потому что очень сильный а я что-то как-то так окрыленной съемкой такой думаю дэш цветами щекилы я щас всех но дело в том что если мы сейчас отступим мы потеряем еще больше поэтому я вам сейчас покажу грамотное отступление уже начали терять то есть грамотное отступление это вот такое отступление то есть нельзя просто нажать и отступаю нет надо отступать вот так вот то есть так чтобы ваши войска были и все теперь они побегут как идиоты и выцепили все-таки одного парня в общем многом и медиков потеряли и даже один танк ну честно но попытка была чё нет и но не не этот на энергия честно вы лобанул их легко но там не получилось ну ладно не беда чую вот значит в чатик что-то почитаю потом чё здесь пишут вот все меня я сбиваю сам себя тем что в общем нравится мне игра бубич тем что она очень бесплатная то есть можно играть бесплатно не обязательно вкидывать кристаллы представлены в огромном количестве но купить их тоже можно вот тут вот оп не тут вот так что такое оп и пожалуйста то есть а кристаллы стоят мама не горюй кстати вот самый большой набор вот самый большой набор 14000 кристаллов стоит почти в половину то есть представляете один кристалл стоит грубо говоря 50 копеек вот вот эти мне и нравятся бомбич тем что можно играть бесплатно другие игры они затягивают так что в общем вы доходите до крупных крупных крутых очень уравней а там уже играть не варик а потому что нужны деньги вот я значит не люблю такие игры и от них отказываюсь сразу же отказываюсь поиграю чуть-чуть я вот не прям на рик что и сериал играть 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 вот что еще расскажу расскажу то что в общем есть у нас мистер крабс мистер крабс тусуется возле нашей базы вот он вот тут вот сейчас тут рекорды то есть все могут посмотреть рекорды свои чужие опер группы друзей вот я почитал пописал поискал краб вернется когда как неизвестно скорее всего это был тестовый запуск краба потому что проверить в общем и краб скорее всего сделан был для скажем так то есть для вот этих ребят сейчас покажу где они вот для вот этих ребят которые вот уже 63 и вот это вот они для них сделано потому что у них все круто прокачено им становится неинтересно они начинают уходить а чтобы привлечь публику надо что-то новое поэтому и повысили уровень два двадцать первого поверьте еще будет приколюха еще солдаты будут какие-нибудь новые будет еще что-то новое то есть игры для этого и есть чтобы держать вас то есть будут что-то новое будут какие-то базы еще новые будет все все меняться поэтому имейте терпение люди тоже знаете как говорится люди вот если они там думают чешут репу и общем этот тогда сейчас мы смело можем забирать камешки я всегда забираю камешки но если вот такая ситуация то есть но ничего не надо улучшать и они здесь забираю камни если не заберете на следующий день придет другое если начнут операцию то вы не заберете две лодки не будет стоять то есть будет одна вот что еще могу сказать сказать то что не всегда равноценны то есть двадцать один камень нельзя за двадцать один камень купить грубо говоря 700 тысяч железа или там триста пятьдесят тысяч железа то есть понимаете да поэтому ну вот я вам сейчас просто покажу то есть это стоит двести девяносто это там много ресурсов то есть лучшее если вам не хватает конечно взять ресурсами теме которые вам не хватает железа всегда не хватает а в крабе мы помним что было очень много железа всего остального меньше был краб был противоположность то есть железа много всего остального поменьше вот краб вынырнет обязательно еще поверьте вынырнет краб и даст вам прокачаться вот значит что сейчас мы попробуем значит то кого-нибудь атаковать я если честно всегда стараюсь атаковать либо наиболее плодотворно в плане того чтобы прорубить наиболее актуальный вход для своих членов команды либо ломануть так чтобы победить вот здесь если честно я вот смотрю первым быть всегда тяжело потому что вот у нас почему-то нет такой привычки оставлять заметку базовую это было бы здорово потому что кто-то опаду здесь вот тут дача он дурак пошел упаду здесь и в итоге короче все сыркаются пыркаются и в итоге по несколько баз не добиваем но ничего страшного значит восемьдесят третий посмотрим я все посмотрю чтобы не было здесь тема такая что короче вставку поставили на щиту щит на от миллионов пять там сейчас ну нет миллион всего лишь то есть можно пойти по легкому пути то есть поднагнуть вот это вот все вот вот эту штуку поднагнуть и скажем так забить потому что щиты ну прям прям вот болен я не знаю даже еще да то что если вы допустим попадете вот сюда то мина не повредит вот это вот пушки ничего не будет они также будут стрелять как и стреляли а вот здесь кстати бы очень здорово подошли гринадеры прям вот гринникам это прям рай они вот где-нибудь здесь надо кинуть роботиков и грины бы тут стояли бы кидали до упора то есть летели бы гранаты везде куда угодно вот вот сюда их завести и здесь они здоровски отыграли бы вот ну кому-нибудь оставим есть еще вот 101 и 106 уровень посмотрим что тут тут короче лево очень сильно закрыто точнее право лево тоже под закрыто то есть нам предлагают если хотите штурмуете короче вперед вот смотрим 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 честно у меня я не знаю на кого нападать все короче не тронутые все какие-то такие в общем блин и стрёмно же я же видео снимаю не буду же нападать блин на какую-нибудь как ульку вот куда здесь пойти лучше что обойти их вот вот так вот лучше обойти и никого не трогать и прострелять просто вот эти пухалку пухалки его ну да ну да наверное так будет лучше всего обстреливать просто высадиться тут пройти сюда и здесь покурлесить но я не уверен что мне хватит а тут в общем сделано все так что надо именно уничтожать вот это ладно 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 это не прохладно а с другой стороны напасть там можно и на 83 уровня чок здесь прямо одна за одной ну видите да довольно таки серединка слабая то есть ничего там в серединке но вот шелки очень сильно прям мешают прям вот капец как мешают эта штука просто фиолетово там стоит вот эти капец как мешают просто вот блин а неимоверно мешают можно конечно пойти и всех потерять а можно не идти и тоже ну сейчас посмотрим посмотрим только не без обид ребят сейчас просто пытаюсь найти наиболее актуальную сторону для атаки вот то есть можно конечно вот ну вот мне кажется я придумал куда я так атаканусь потому что тут тут я наверное и лягу но скажем так причиню некий урон я просто не знаю как лучше сделать уйти шоком бросить сюда и уйти просто вот вот сюда либо шок бросить и добить ее чтобы она не мешала уже никому и все выходи выходящие то есть ну давайте короче в общем сделаем так вот сделаем так а они как всегда очень грамотно начали атаковать то что нужно поэтому мы не ждя отцовского благословения начинаем короче ну не должна она убить никого у нас там нет все уходим потому что там уже там уже у нас лишь отчет прошел и вплоть воплоть воплоть в поджарили у нас парня неплохо прям здоровски поджарили но я думаю медики его спасут на это нам же нужны ох оху не успели не спасли печалька моя цель это вот эти вот две пум пушки кстати можно засунуть ну наверно достану до он достану то еще тут 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 перетереть пространство и простор уходим уходим обстрельчик наверное да то есть в час я попытаюсь нас собирать на шок вот на шок но если честно было бы здорово если бы эти ребята были бы запрограммированы на разминирование мин если честно более не бестолковые роботы в основном то есть вот сейчас уже просто начнет выхват моих пацанов а нам нечем шокировать если честно тут было бы здорово еще роботика нам одного потому что сейчас если мы попрем вот прям вот так вот на на пролом то все то есть уже на разворачиваться в наше дышло и пофиг было не было там осталось-то минутка короче затупили пацаны вот так вся стреляйте давайте там стоит стрелять то есть можно хотя бы попробовать снести вот бум пушки эти которые наши бум пушки которые нам они очень мешают за 50 секунд я думаю это реально сделать да мы это сделали все теперь вот уходим куда-нибудь вы туда и там что-нибудь и там уже делаем потому что но пострадали мы неплохо у нас есть 35 30 секунд ну просто если честно надолбление базу то есть у нас мы потеряли очень много всех но мы знаем что у нас есть деньги и в общем мы все восстановим и это еще один хороший шанс то есть чтобы не скажем так а вот есть а это это мы потратим на вот просто на стрельчик с рыбанем и все конечно это томи что слону дробина но куда еще девать больше некуда девать энергию несколько секунд там я неплохо прошел то есть масштабах базы конечно это не этого незаметно но посмотрим вот мой мою атаку все смотрите вот теперь мои напарники ним осталось может могут даже вот эту не трогать раздолбить вот эту вот и в принципе ну и вот эти вот две и все по сути ну то есть конечно не будут идти вот это вот все нести но я неплохо прошел то есть они теперь могут спокойно вот дойти вот досюда вот тут все выкосить вот тут все выкосить этим обстрелять вот это и вот это шок несут подойти поближе но в общем бренд по моему здорово все получилось вот деньги которые у нас тут вот миллиончик наш есть мы кстати с радостью потратим на чик и все то есть мы все восстановили все здорово в общем чуваки и спасибо что смотрели меня с радостью буду выкладывать новые видюхи новые все вот значит просьба моя к вам очень огромная остается той же что пожалуйста попросите тех всех кто может кому не западло подписаться на мой канал я буду всем признателен по-прежнему задавайте вопросы я читал ваши комины все одобрили большой палец вот который появился у нас не так давно вот играют что так лучше гораздо лучше все снимаю так спасибо всем за внимание спасибо что были со мной ставьте большие пальцы маленькие средние вверх вниз влево и вправо буду очень всем признателен вот жду комментарий жду каких-то вопросов жду всего чего вы хотите вот как санта-клаус поэтому спасибо всем всем пока в общем снимать буду терчаще вот все спасибо пока давайте